Подуй, подуй и дай нам надо. Подписывайтесь на наш канал. 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 Да, и прожил столько лет. 91 год, сказали, 3 дня, 3 дня. А вы знаете, 9, 3, 1, это божьи цифры, это символические цифры, они имеют какое-то сакральное в себе это самое. Поэтому, когда я читал Ветхий Завет, я узнал, что больше всех жил патриарх Мафусаил. Ему было 969 лет. Так было вначале, все сокращалось. Но вы знаете, что те 969 лет сейчас для нашей жизни уже не 900, а 90 лет. И не каждый, доживая до такого возраста, именно как патриарх, потому что были пророки, а были еще патриархи. Поэтому он прожил, вы знаете, что счастливую жизнь, потому что быть в памяти, быть в сознании, потому что можно жить, а можно потерять память, можно не узнавать своих родных. Это уже не будет та жизнь, да. И вот он жил в сознании, и жил среди своей любимой семьи, среди своих родных, близких. И умер не мучаясь. И дай Бог каждому из нас, вот это именно то, что люди называют счастливой жизнью. Поэтому я хочу выразить соболезнование, в том же взгляд и большую благодарность Ларисе за то, что она была ангелом-хранителем для Анатолия Андреевича. И то, что она последние годы украшала его жизнь, это большое благословение от Бога было ему. Поэтому вот это все должно воздаться и тебе, и дочери твоей, и внукам вашей. Дай Бог каждому из нас. Все. Спасибо. Держи, у меня руки уже отваливаются. Увидела именно как раз на юбилеи. Был юбилей Свистунова и Ершова. Мы очень красиво участвовали, с халатами. И говорили много-много хороших речей. И вот что я не забуду, что Анатолий Андреевич ни на кого не смотрел. Вот не смотрел на какие дефирамбы мы были. Он не смотрел на этого человека, на товарищах. А он не отрывал глаз, а говорилось. Вот. Ну хоть на минуточку, да? Отклил взгляд. Ну посмотри, вот столько слов говорили. Ну у него не получалось. Вот он смотрел, и этот взгляд странный. И когда не ходили, если ходили, мы раз в месяц сняли, по четвергам. И как они приходили, мы сняли края, они были ухоженные. И они держались. Как стоператики. Они за руку. Зажали друг друга. Садились рядом. И про себя я думала, ну ты папкин, ну так не бывает. Но устроить это не шумит. Поэтому, знаете, ребята, вот все, кто занят в клубах, я вам желаю, дело не только в клубе, но и сохраняй все, чем вот это состояние души. Давайте вспомним вот этого влюбленного человека, который пришел на тот свет счастливым. У него была легкая смерть. Рядом с ним была женщина, которую он охлаждал. Он целовал ее руки, они были рядом. Сегодня пришел. Дай Бог нам всех. Дай Бог нам всех. Спасибо. Спасибо большое. Натальше, Любочка, пару слов. Столько сказано. Действительно, он после себя оставил доброе имя. Имя доброе. Мы его знали как деликатного такого, скромного, интеллигентного, влюбленного человека. Но не только он был влюблен. И Лариса всегда о нем отзывалась. Я говорю, Лариса, ну как он там? Он не болеет, он адекватный. О чем ты говоришь, Люба? Я прям жду не на жизнь, когда иду домой и смотрю его глаза. Он меня так поддерживает. У нас такая жизнь. Мы очень пара. Я очень счастлива. Она повторяла, что она всегда счастлива. Дай Бог, чтобы эта счастье у вас как память продолжалась. Потому что, действительно, жизнь прожита достойная. И в профессиональном плане, и в личном плане. Он себя ничем не запитнал. Поэтому, я вам желаю, чтобы вы, из-за, всегда и гордиться, конечно, и чтобы эту память выделить до конца встречи. Траура заканчивается. Достаточно. Счастье будет. Отсюда память. Теперь помните, встречайтесь, кем он встречался. И дай Бог встретимся, ей Бог дать, и дай Бог, целостью и Захару. Спасибо, что в себе пришли. Спасибо. Спасибо, Захар. Спасибо, пожалуйста. Девочки, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Кто представляет Зинамит Захар на себя? Тихо. Тихо. Слышать тех людей, которые уже сказали. Те слова, которые сказаны от сердца, это подтверждает то, что действительно он не только был полагным человеком, разноклассным человеком, но и человеком души. Потому что те люди, которые говорят о души, видимо, сталкивались в той или иной ситуации. А мне бы хотелось помнить этот эпизод, когда до пандемии я была у него на дне рождения. И без слов можно было понять, что дай Бог настолько счастлив, настолько трудополучен своих стартов, что даже гордился этим. И дай Бог, чтобы те, кто взял его, в доме и в лесу, вспоминали долгие годы, как талант его, умного, доброживательного человека. Слава на небесное председательное выживание. Черт. Домерочка, скажите два слова. Анатолий Андреевич был мне брак. Когда я последний раз поможем я видела, да, на дне рождения я пришла. Он был такой красивый. У меня никакой морщина, да? Глаза уже горят, горит. и обнимаем, поцеловала, ну, подарка дала. Это у нас подарка получает, говорит, Бориса Мисокова. Я говорю, лар, это, давайте, это, что будем? Кофе. Кофе, пофей. Он такой довольный. Ну, пусть меня будет житым. Он действительно хороший, необычновенный человек. Дорогие друзья, огромное спасибо вам всем и низкий поклон каждому, каждому, кто сегодня пришел. Кто-то, может быть, не смог прийти, но я знаю, что даже тот, кто не сможет идти, о нем помнит и знает. Анатолий Андреевич родился в Эстонии, в городе Нармия. Он закончил кораблестроительный факультет Таллиннского политехнического института. Но ему сказали, ты будешь писать, с ума не сходи, никаких научных работ. Но он был учебать науки. Он разговаривал на равных с каждым академиком, с каждым директором, с каждым рационализатором, с каждым изобретателем. Это был уникальнейший, понимаете, талант. И я хочу рассказать несколько секретов вот таких. Ну, пришло время, да, открывать секреты. Долгое время ему приходилось скрывать свою ивречную кровь. Мать у него развилась до революции, сами понимаете. В 1939 году только Эстония зашла в совет социалистических республик. Но я хочу что сказать. Вот какой у него был нюх, какая была журналистская хватка, какая была интуиция, что он был корреспондентом ТАСС, СССР. И он его все вот эти вот то, что он давал на мировую прессу, ничего не проверялось, он давал сразу в эфир, никто не контролировал. И вдруг он в эфир дает за полгода или за год до величайшего события что СССР готовит первого человека в космос. Вы представляете какая-то была информация и в ту пору, когда все многие знают в Советном Союзе цензура какая была, зацеплечено все. Тут же откуда ты взял эту информацию, информацию, из каких источников, этих людей подняли, все выкрутились. И действительно через полгода именно советский человек Юрий Гагарин первый был в космосе. Ну представляете, какого после этого, самое интересное, после этого события потом всех насовцев уже стали сначала по поводу космоса объяснять им, что не надо, прежде чем они не согласуют пускать такую информацию. Чтобы закончить разговор о космосе, я расскажу еще две вещи. Когда он впервые приехал в Ташкент, это был по-моему 63-й был, 62-й. Да, 63-й еще не наступил. И он ехал и по вокзалу в Казахстане, уже в Байкануре готовилось вот это все. То есть опять с Космосом и с Юрием Гагарином. И когда Гагарин разбился, разбился, да, Анатолий Андреевич включили в состав комиссии. Знаете, он уже в Ташкенте, работает одновременно в уставе в ТАСС. И его включают в состав комиссии по расследованию места катастрофы. конечно здесь люди с богатым воображением, с богатыми зданиями собрались. И все понимают какой это был уровень. Но именно смерть Гагарина сделал еще один толчок в его жизни. Перевернул еще раз его жизнь. Потому что он позвонил в УСТАК и сказал меня задерживают по делам комиссии, я должен составить заключение. Я на один день задержусь. А замдиректор не передал это сообщение. И директор УСТАК он был такой спыльчивый человек и сказал как это он не передал этот день я вышла из его зарплаты. Вот такой человек такого уровня как Анатолий Андреевич он естественно обиделся. И в тот же день он написал заявление и перешел в «Звезда Востока». То есть 500 окладок 500 советских рублей. Ребята дальнобойщики тогда 350 получали. А у него было 500 советских. И он уходит на 140 издательских. В ту пору главным редактором Георгий Петрович был. И ему говорят когда вы проведете собеседование с Ершовом. Он говорит я не понял какое может собеседование когда я читал его очек обустерки подписывайте за носите в этот самый приезда вот этот вот на должность зам отдела публицистики человека которого он глаза не видел и еще хочу сказать не простите немножко долго да вы знаете у нас есть очень много достойных мужчин я уверена в этом и очень много достойных людей и мужей но я как его жена хочу причислить его в ряд одних из самых лучших я думаю что я имею на это право даже спорить никто не будет не то что право спорить никто не еще я хочу сказать о последних годах его жизни сегодня день святого Валентина иногда он идет и немножко задерживается где-то но он не любил сотовые телефоны он пользовался им ответ ну как-то вот так я говорю Сурик все стынет но у нас в магазине девушка она влюблена ей некому об этом сказать она со мной советуется есть все редакции журналов газет все девушки молодые люди поверяли ему свои сердечные тайны даже мужчины которые там ну мало никаких перепитий да судя и он всегда умел присоветовать он умел всегда сохранить этот секрет и быть таким интуистом и провидцем что все хорошее что он говорил как будто записывал книгу судеб как будто дописывал и когда мы с ним поехали в Америку в 18 году ездили с Родионом в Америку и я переживала сначала я взяла визу а потом он я думаю ну как что ты переживаешь там обязательно будет девушка все девушки меня любят и мне обязательно дадут визу а холод такой зима тоже несколько дней было сильно холодно я сидела там в этом там же негде сидеть и не успел зайти туда как уже выходит я вся такая бледная я же его не могу оставить одного и уехать правильно я говорю что все все в порядке я же тебе сказал я за 5 минут получу визу и действительно у него было знаете полухода я с вашего разрешения скажу несколько слов на еврейском языке вот есть такая присказка она на всех языках есть я озвучу на языке на вот это переводится на все языки во всех сказках это есть некоторые государства вот присказка наша жизнь она присказка к истории и когда нас помнят когда нас любят вот пока живы люди которые нас любят живы мы но у писателей у научных деятелей у актеров у них еще есть больше судьба она есть не только семейная и судьи других я и в прошлый раз говорила о том что жизнь писателя точка отсчета это его смерть если поиск его смерти его дела живут он как бы призван до тех пор он нужен вот до последних дней недавно совсем была его публикация из Венгрии пришло сообщение стали спрашивать на каждую его очередь на каждую публикацию из нескольких стран вот сейчас ведь журнал «Гвезда Востока» печатает здание да он был больше 300 тысяч экземпляров раньше но сейчас это не так и приходят письма личные письма а вот недавно тоже один товарищ он историк он написал труд о шахматах и статья Анатолия Андреевич он написал вы знаете что первые шахматы оказывается древнейшие они оказались в Самарканде не в Индии а вот восточный вариант вот этот и он пользуясь вот этими вот этой статьей он доказал свое вот еще ну то есть живет его творчество а значит и он у нас живой я всем вам очень-очень благодарна низкий всем огромный подросток я хочу передать слово эстер эстерочка скажи два слова два слова скажи большое спасибо вам спасибо огромное спасибо низкий подросток спасибо уреньки за красивый спусты ребят потише спасибо спасибо за песок спасибо что получили возможность спасибо что у вас была возможность провести вечное приятное наше гости день как я говорила на 7 дней для нашей семьи это большая я буквально позвонила поздравила я поздравила с днем рождения я поздравила с днем рождения он шутил это был человек, который имел чудесное чувство его я не буду повторяться насколько он был талантливым насколько он был известным человеком это все уже ясно и без этого у него было прекрасное чувство его он имел пошутить до другой ситуации у него всегда была какая-то прискость к каждому слову и это был человек, который всегда находил доброе слово к любой ситуации, в которой бы ни было он находил всегда всегда теплые слова всегда слова поддержки и я чувствовала, что у меня рядом со мной есть настоящая женщина которая тебя заботится которая переживает от себя вдвоем близко и я всегда чувствовала, что моя мама не осталась одна а мы с не надежностью любящего человека это большое счастье зрителей наших таких людей которые так к вам подходили я долго говорю, потому что мне сложно говорить я не хочу хватать, как прошло раньше я до сих пор, подходя к дому думаю, что ж на твой я до сих пор мысленно думала что бы он сказал на твой или друг имел как бы отнесся, как бы понравилось ему как мы проводим поминки если я правильно буду подобрать место, чтобы его захоронить все эти мысли обговорят продукцию и был очень интересный человек этот дух нам очень сильно его не хватает такие вот такие люди к сожалению, редко рождаются есть люди, которые его знают близко они знают, о чем я говорю насколько глубокий человек неповерхностный он никогда сразу тебе не перестанет и тем, как ответить на твой вопрос он подумал у него была большая нитература нет, нет, нет пройдет пару дней и он даст себе такой ответ от того, что ему не хочет дать был любой вопрос и был проблем с нами с нами за память мы как можем стараемся с его память спасибо спасибо светлая память статируется, что именно бухганский еврей умеет справлять свадьбу и умеет хоронить мы своим пребыванием здесь своими действиями подтверждаем это мы здесь сидят представители великих родов каждый из вас является представителем великого рода великой фамилии и ваши предки делали большие деяния на благо процветания нашей общины и каждый из вас носит свою лепту и сегодня мы видим как это поминальное мероприятие во всем нашим правилам наше как у нас говорится галакти во всем нашим традициям это все соответствует и еще раз это об этом напоминает у нас заключение произносится наше вспоминальное молитву науэ и мы будем еще раз вспоминать усовку пожалуйста науэ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok